Открытый телеканал представляет На свете нет ни одной проблемы, которую можно решить полюбовно. Всегда кто-то остается обиженным. Детям в песочнице нужен один и тот же совок, их отцам одна и та же должность на службе. Когда соседи включают кондиционер, им достается холод, а вам грохот его мотора. Если какая-то страна переградит реку, чтобы оросить поля, то в соседней стране наверняка начнется засуха. Как сказал Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Поэтому гасите свет, расходитесь по домам, занавес. Впрочем, подождите минуту. Ведь про другой уровень сознания не было сказано ни слова. Вопрос, существует ли он. Давид Эмиль Дюркгейм, французский философ, который считается основоположником социологии как науки, утверждает, что да. Он говорит, общество представляет собой более высокоинтеллектуальную форму, чем индивидуум, и является единственным источником логического мышления у него. То есть речь идет о коллективном разуме, если говорить современным языком. Впрочем, и нашим незабвенным предкам, доисторическим обитателям пещер этот секрет был превосходно известен. Больше того, им принадлежит честь изобретения универсального инструмента, позволяющего решить любые проблемы на том самом следующем уровне сознания. Этот инструмент – обсуждение любой проблемы в круге вокруг костра. Мы, их изнеженные потомки, заменили костер на круглый стол и немного изменили правила согласно новому веку. Вождь племени, он же мегасамец, остался в прошлом. Все участники круглого стола одинаково важны. За столом оставляют в стороне личные амбиции. Здесь не принято спорить. Напротив, каждый старается чем-то дополнить другого. Единственной целью работы считается результат, достигнутый совместно. Вот, собственно, и все. Сядьте за круглый стол, и чудо не замедлит явиться. Большинство участников таких обсуждений отмечают один и тот же эффект. Странный, по их мнению. Люди, которые никогда не встречались раньше, вдруг начинают чувствовать друг другу теплоту и человеческую близость. Больше того, эта близость каким-то образом ощущается, как нечто намного более важное, чем тот повод, который усадил их за круглый стол. Еще одно. Никто не может вспомнить, кто предложил то решение, которое устроило всех. Оно как бы возникло само собой. Как говорит знаменитый экономист Леонард Рид, ни один человек на свете не знает, как изготовить карандаш. Это знание распределено между тысячами шахтеров, дровосеков, дизайнеров и фабричных рабочих. Поэтому не нужно бежать и покупать одинаковые совки детям, которые ссорятся в песочнице. Это никому не принесет радости. Лучше усадить их в круг и научить их правильно им пользоваться. И тогда, если им очень не повезет в жизни, и упаси их Бог, они вырастут и станут президентами, они сумеют так перегородить реку, что ни одна из ста не останется в убытке. Ну, например, не знаю, лучше обсудить это за круглым столом.